Пинские чипсы производят в Галево. КАПРОМ расширяет ассортимент продукции. Полесская святыня-чудотворная икона находится в Новодворской церкви. Хвала рукам, что хлебом пахнут. В Пинском районе торжественно прошел праздник дружеников. Села передовиков производства отчествовали караваями, песнями и танцами. Несмотря на все сложности, этот год пинские аграрии завершили успешно. Свет в зале потушен, а на главной сцене Снежинского дома культуры – передовики производства. Здесь они почетные гости. Сегодня у них профессиональный праздник. День работников сельского хозяйства. На зрительных местах также лучшие аграрии. От простых механизаторов до руководителей крупных предприятий Пинского района. Это их день. Хорошее настроение у них еще и потому, что, несмотря на погодные трудности, год был жарким и дело не только в погоде. Собрали хороший урожай. В этих условиях по зерновым мы получили 113 тысяч зерна. Это на 7 тысяч меньше уровня прошлого года. Однако мы компенсировали этот недобор взятием кормовой базы. То есть мы перевели зерновой группы в кормовую и тем самым мы создали благополучные условия для зимовки скота. Страда была действительно нелегкой, но пинским труженикам села удалось ввести потери урожая к минимуму. В Плещицах, к примеру, не будут беспокоиться о кормовой базе. К зиме местные аграрии готовы. Тяжелый был сезон. Очень жарко было в это лето. И вообще травы не выросли. Ну, как я по травам. Я не по уборке, там по травам. Ну, травы не выросли, кукуруза. Самое главное, что вот то, что корма хорошая с кукурузой тоже подкачала. Ну, не сильно по нашему хозяйству. Посеяли много просто. И как бы за счет вала собрали неплохо кукурузы так же. Ну, а так вот, конечно, по зерновым, по зерновым, как бы работаю в колхозе, вижу, что 8 тысяч намолотили мы там с чем-то. Ну, как бы нормально. Сегодня работники сельского хозяйства трудятся в хороших условиях. Это благодаря, в частности, последовательной модернизации молочно-товарных ферм, комфорт и стабильная заработная плата. Вот что на данный момент в сельхоз тематике выносит руководство Пинского района на первый план. Со стороны сельхозпредприятий финансовые затраты, а от сотрудников – сама дача. Такой вот несложный секрет успеха. В настоящее время и в уходящем году как специалисты, так и руководители хозяйств думают уже сейчас не о валовых показателях, а сколько заработано финансовых средств за день. И этот анализ позволяет нам более интенсивно вести хозяйство, а также иметь денежную выручку, которая позволяет нам регулярно выплачивать заработную плату. Со сцены слова поздравлений. Из рук председателя Пинского райисполкома Валерия Рябковца – грамоты и дипломы. Тем, кто работал над показателями и выполнил план на отлично, минуя все трудности. Особым чувством гордости и уважения приветствую сегодня среди нас передовиков производства и лучших представителей трудовых коллективов Пинщины, а также ветеранов сельхозпроизводства и прорабатывающей промышленности. Работники сельхозотрасли – это, пожалуй, самая трудолюбивая часть населения нашего района. Это люди, любящие и понимающие землю. На местах почетных гостей делегации из Польши партнерский визит на Полесье совпал с Днем работников сельского хозяйства. «Мы давно приезжаем в Пинский район и всегда набираемся впечатлений. Наше первое знакомство было приятным. Мы соседи – дружный народ. Будем и хотим сотрудничать без границ. Начнем работать над новыми проектами в экономике». Атмосфера была, как водится, праздничной. Свои музыкальные подарки друженикам села сделали самодеятельные коллективы Пинского района. Производство чипсов освоили в Пинском районе. В Пинском Каопроме знают толк в настоящей натуральной продукции. Кроме того, здесь умеют зарабатывать деньги. Кондитеры Пинского Каопрома обеспечивают свежей продукцией не только местное население, но и городских жителей. И даже в столице Беларуси знают о тортах, что вышли из этой печи. Словом, пирожные, печенье и кексы расходятся на ура. Здесь, в Галево, работает один кондитерский и один кулинарный цех. И каждый товар нашел своего покупателя. В планах – освоение новых видов изделий, к примеру, различных наименований печенья. Хотя ассортимент мастера своего дела обновляют постоянно. В кондитерском цеху работает на данный момент 7 кондитеров. Работаем в 2 смены. Выпускаемые продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий у нас до 100 наименований. Выпускаем, допустим, 12 наименований тортов. Это карамелька, медовое очарование, торт «Графские развалины», «Двенера». Есть рецептуры, у нас есть торт фирменный, который очень пользуется спросом. Уже об этом торте знают, можно сказать, и Пинский, и Пинский район. Очень много у нас заказов. Рецептуры разрабатываем сами. Сотни наименований продукции производят на унитарном предприятии «Пинский Коопром». Даже у скептиков не будет оснований утверждать, что провинциальная пищевая промышленность сдаёт позиции. Работа предприятия показательна. Поэтому именно на этой базе 27 ноября пройдёт областная выставка изделий. Допустим, сосиски из мяса птицы на прилавках уже узнаваемы и любимы потребителям. Причём массовым. А делают их в колбасном цехе. Заготовительная отрасль – это заготовка металлолома, основной удельный вес, то есть лома чёрных и цветных металлов, мяса, продуктов. Ну и внешнеэкономическая деятельность. Экспорт у нас составил за 10 месяцев 342 тысячи долларов. От деятельности предприятия получено 4,3 миллиарда прибыль. Дела здесь идут, как принято говорить, стабильно, нормально. Сегодня большую часть продукции реализуют в торговых точках Пинска и Пинского района. В условиях высокой конкуренции подсчёт калорий и расчёт прибыли теряют смысл, если нет работы на перспективу. Поэтому на предприятии отлично понимают жестокие правила современного рынка. Что касается хлебопечения, мы расширяем ассортимент, работаем над качеством, добавляем дополнительные точки сбыта. Что касается цеха по производству коробки из гофро-картона, то в следующем году мы планируем увеличить ассортимент выпускаемой коробки и акцентировать своё внимание на выпуске коробки красочных видов. Одно из направлений – изготовление чипсов. Натуральный, к слову, продукт. Местный бренд сделан на Полесье. С конвейера также сходят и пачки с солёным арахисом. Те, кто причастен к изготовлению, в том числе и этой продукции, достойны похвалы в качестве поощрения, грамоты, призы и дипломы. Пинский Коупром – одно из промышленных предприятий Пинского района, занято, как вы могли видеть, в пищевой промышленности. Предприятие работает достаточно стабильно и прибыльно. Занимается в основном переработкой тех продуктов, которые закупаются в Пинской потребкооперации от населения. Если говорить о роли его значимости в экономике района, то это достаточно серьезный вклад и в бюджет, и в объемы промышленного производства. Я уже отметил, даже в этой непростой ситуации, которая на сегодняшний день сложилась в экономике, предприятие показывает неплохие результаты. Словом, никакой кризис не страшен, если подходить к экономике предприятия должным образом. Показатели Пинского Коупрома позволяют утверждать, что унитарное предприятие держит уверенный курс. Это означает, что Пинский и Пинский район не останутся без свежей выпечки, сельхозпродукции и мясных изделий. Наши святыни чудотворная икона Божьей Матери находится в церкви села Новый Двор. Эта копия ее написал будущий митрополит московский в Сея Руси Петр. Ее датируют 1320 годом. 15-16 века для истории церкви непростые. Тогда уняты пытались отвоевать право забрать церковь под свою власть. Под удар попадали и монастыри. На полетской территории также были такие культовые сооружения. Летопись гласит, что на западном берегу Павостского озера, там Павост, здесь, в 1618 году был основан Новодорский мужской монастырь. И вот, как только он основан, уняты совершали набеги на монастырь. Известно то, что в 1632 году ксен с францисканского монастыра Ян Поднесенский со своим братом Стефаном напали на монастырь. Они не только разрушили монастырь и постройки, но и вывезли имущество. Среди похищенных ценностей оказалась и икона. Ее написал в 13 веке святитель Петр, будущий московский митрополит. Сама же святыня прибыла в новый двор из Волыни. На полетской земле был святитель Дмитрий Ростовский. И вот в 1677 году он посещал Новодорский монастырь и поклонялся чудотворной иконе Божией Матери, именуемой Новодорские. Так вот, когда белорусский епископ Феодосий служил в литургии с духовенством, он после литургии, перед литургией совершал крестный уход и переносили икону со старой церкви в новый сооруженный храм. А затем они служили литургией и обедали, как мы называем, трапезничьим. Его святитель Дмитрий рассказывал, когда совершал проповедь, говорил проповедь настоятель, он рассказывал о чудесах, которые совершались во время крестного ухода. Известные факты, когда икона творила чудеса. Чудеса совершаются, когда человек молится душой. Поэтому, наверное, у нас в душе осталось мало того. Также мы молимся, просим о чудесах, будем ждать, надеяться на эти чудеса. Господь не спошляет милость к нашим приходам и будут чудеса. Самое главное, чтобы люди искали прежде всего и понимали, что не стены храма спасают, и не сама материя, не образ, а как расположена душа к этому. В церкви села Новый Двор спис иконы, а говоря светским языком – копия. Сама же святыня находится на Черниговщине. Ее причислили к списку чудотворных. Мария Коростылева, что живет в вёсце Житча, 7 годов занимается ткацтвом. И до этого только каждый день, с утра до вечера, она работает за своим станком, которому, до речи, больше за 100 годов. Этой руплевой женщине пошел уже 93-й год. Весь час я надбай не выполняю свою работу. И еще девчонкой Мария научилась ткачать у своей мати. Яна каже, тогда час был инший. И все треба было делать самим. Мария Миновна не родилася у Лище, потем жила у вёсце Пагос Загородский. Откуда переехала у Житча. Самой жить стало складано, а ле покидать родную хату и господарку не хотелось. Тому на семейном совете я ей пятера дятей вырошили, что мати поеде у вёску до дачки. Тут специально зняли кватеру, где разместился ткацкий станок. Без яго Мария Миновна ехать не сгодилася. И зараз, який 85 год тому пострадавним лякалам, якие передавались из поколения у поколения, бабуля створает судовные речи, соправдные творы. Мне так просто приобрела, вот что. И мне хочется их сделать. Половикичу, полотенца покрывала. Детей же много, внуков много. Мне хочется подарить и всем. Усё своё свядумое житё Мария працавала и в день, и в вечеры, займалась их и с подаркой. У зимку прала, а весной ткала. Не глядячи на сталый взрост, я на и сёння шпарка управляется с непростой справой. Мария Миновна робить подарунки усім, хто приходить поглядеть на её працу. А по словах самой бабули, я ерушники ёсть ма быть во усім свете, у Германии, Америцы, Польши и России. В Пинском районе на следующей неделе будет облачная дождливая погода. В воскресенье и понедельник 22 и 23 ноября возможен мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до минус двух. Днём не поднимется выше плюс пяти градусов. 21 ноября в народном календаре Михайлов день. Или, как иногда его называли, Михайловские грязи. Люди говорили, если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего, Николай. 19 декабря. Однако, не меньшей редкостью были Михайловские морозы, о которых отзывались иначе. Михайло мосты мастит. По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдался в этот день иньи, нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана, готовились к оттепели. В деревнях начинались Михайловские праздники, знаменующие окончание всех летних и осенних сельских работ. Хозяйки накрывали столы, готовили вкусные блюда, начинались пиры и гуляния. В этот день считалось незазорным и побывать в гостях, и самому гостей принять. Угощались на Михайлу обычно домашним пивом, пирогами и свежей муки, медом и жареным мясом. 25 ноября Иван Милостивый. На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только по окончанию зимы, на Масленицу, либо на Красную Горку. Поэтому девушкам и юношам, не встретивших своей судьбы, приходилось ждать до весны и завидовать более удачливым подругам и друзьям. На Ивана обращали внимание на приметы. Если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели. Про снег, который в этот день часто покрывал землю, загадывали загадки. Многие из них сохранились до наших дней. Скатерть бела, весь свет одела. Белопокрывало на земле лежало. Лето пришло, оно все сошло. Смотрите следующий выпуск программы «Наш край». Днем я расскажу, в какой день люди особенно любили ходить друг к другу в гости. Желаем вам верных друзей, и семейного тепла.